После ракетного удара вооруженными силами Украины по законной военной цели Рашистскому центру, занимающемуся обучением операторов дронов и производством деталей для них, Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Страна-террорист решила срочно жаловаться в ООН, что Бамбас-Дамбят уже не 8, а 9 лет. Несколько украинских ракет прилетело прямо в центры Донецка. Одна из этих ракет попала в это здание. Как вы видите, сейчас работают на месте сотрудники МЧС. По всей видимости, внутри здания еще находятся люди. Прямо сейчас мы наблюдаем, как сотрудники МЧС, посмотрите, туда сейчас помогают людям спуститься. Конечно же, было очень громко. Чуть-чуть ранее в Донецке работало ПВО. Повторюсь, мы находимся в центре города, где не находится ни одного военного объекта. Даже поступает информация, что внутри здания, возможно, под завалами, под бетонными плитами погребены люди. Эта информация уточняется. Прямо сейчас на месте работают спасатели, работают медики и другие экстренные службы. Наблюдаем за событиями, сообщим вам, что происходит. Только что произошел повторный обстрел того места, где мы работали. Был очень-очень сильный взрыв. Вы уже были готовы уезжать отсюда. Но вот сейчас лежим около нашей машины. Будем прятаться. Стой, блядь, стой! Стой, стой, стой! Давай, давай в машину его! В машину его! Я оттуда, блядь, стоять! В машину, в машину его! Давай сюда, блядь! Давай, давай, давай! Давай сюда, блядь! Давай, давай сюда его! Ром, за угол, блядь, зайди сюда. Ребята обучаются в пилотировании пиведронов. Роман Готовым, на симуляторе. Первым делом это дронымакамикациars, то есть, пораживающие боеприпасы, можно так их назвать. Второе, это сбивать чужие дроны. Они достаточно дешевые, и поэтому это выгодный размер. Можете сбить любой мультироторный коптер любого размера поломаевым лопасти таким образом. Вы очень хорошо поменяете дешевый дрон, но очень дорогой. Сколько нужно обучаться, чтобы стать хорошим оператором? Знаете, в мирное время говорили о 300 часах налета только в симуляторе, потом управление реальным дроном еще столько же часов. Но, как мы видим, война, она ставит для нас совершенно другие задачи, другие цели, и другую требовательность к себе. И мы видим, что бойцы за две недели справляются с этой задачей и уже уверенно пилотируют дронами и не только в симуляторе, но и в реальности. Есть. Ну как получается, молодой человек? Легко или сложно? Нормально, если не спешить, аккуратно все делать. Плавно то. Какую вы задачу сейчас выполняете? Бомбу очень бошит. Так, а куда? Что там в надобном? Назначенная по сбросу с квадрокоптера, гексокоптера, с чего угодно. Главное ее уронить на противника. Хвостовик для стабилизации и накольник. С него снимается предохранитель. Сейчас, само собой, там ничего, взрывоопасного нет. Ставится гвоздь и при попадании в землю происходит взрыв. Хвостовики для логов. Будущие самодельные боеприпасы, которые будут тоже использоваться для сброса. Различные виды хвостовиков под разные боеприпасы. То есть, все хвостовики печатаются на 3D-принтере, да? Да. Что еще печатается на принтере? На принтере печатается все, что угодно. Любая 3D-модель, которую мы можем использовать для наших целей, и которую технически можно напечатать из пластика, она изготавливается на 3D-принтере. Какие-то детали для коптеров тоже печатают? Конечно. Вот тут сломаны крепления луча. Его можно будет распечатать на 3D-принтере, и коптер будет снова готов к действиям. Впечатляющая меткость, это из чего попали по ним? Известно-то? Мне неизвестно. Нам его уже доставили только для ремонта. До подлежит ремонту? Если плата не задета, то да. Если задета, то он, скорее всего, будет донором. С помощью 3D-принтера будете или нет ремонтировать? Если повреждена электроника, ее на 3D-принтере распечатать невозможно. Если повреждены какие-то пластиковые части, то да. Вот это система сброса, которая используется на дронах AirDivis. Система сброса тоже на принтерах печатается? Конечно. Это Type-C вставляется в Type-C-под на мареке. Вот это фоторезистор. Он крепится снизу к Мавику. Type-C разъем. Хвост. Сброс запитан. Открывается одна серва. И боеприпас входит вниз. Начнем мы с реальности. Реальность, к сожалению, преподносит не всегда хорошие новости, а чаще такие, какие есть. Мощный взрыв произошел на границе Ростовской области. Сдетонировал склад боеприпасов. Давайте видео посмотрим. Ого! О, мать! Матерьмо! Ну, это такие развлечения нынче у жителей приграничных областей Российской Федерации. Салюты никакие не нужны. Можно сэкономить, потому что всегда что-нибудь горит, красиво взрывается. Практически салют же придумали, как такая маленькая война без жертв. Когда есть большая с жертвами, то уже и вот всегда можно на взрывы посмотреть. В Улан-Удэ произошел большой пожар в ТЦ «Гвоздь». Площадь пожара составила больше 20 тысяч квадратных метров. Тушили всю ночь и только к утру закончили. Давайте видео посмотрим. К счастью, по заверениям властей, никто не пострадал. А все люди, которые были в здании, сумели покинуть его самостоятельно. Что характерно, заявления эти они сделали еще, когда вовсю здание полыхало. То есть буквально полыхает торговый центр, там суд, магазины. Но чиновники сразу же уверяют, что там никого не было и никто не пострадал. А кто был, те все убежали. Здесь я вспоминаю, я рассказывал в одном из эфиров этот анекдот. Он был бы даже смешной, если бы не реальность. Когда в Новосибирске больница горела в Академгородке, то там тоже практически буквально пожар. Но тут же заявление от властей, что никто не пострадал. Все больные были перемещены в другой корпус. Тут одна семья говорит, как же никто не пострадал. А наша бабушка погибла на пожаре. Говорят, да вы что, ваша бабушка уже неделю как умерла. Они говорят, ну как неделю? Мы вот буквально за три часа до пожара с ней виделись. Она еще живая была. Она была больная, конечно, но умирать не собиралась. Да вы все врете, говорят. Ничего не было никакой вашей бабушки вообще. И там после этого прокуратура какие-то списки там карандашом и ручкой выкладывала, что всех посчитали и на самом деле никто не погиб. Вот это самое невероятное, конечно, в российских пожарах и взрывах, что никто не страдает. Никто не страдает. У всех все хорошо. А если кому-то показалось, что у вас родственники погибли, то вы просто предатели и твари вообще продажные. Это все за деньги США рассказывайте. Субтитры создавал DimaTorzok